Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, на связи с Норей Данали, и сегодня у нас будет видео, наверное, реакция нового задания, которое добавили в сюжет хэллоуинского ивента Star Stable Online, так что я надеюсь, вы устроились поудобнее, взяли вкусняшки, чаёчек, ну или же седлась из своих коней и поехали. Сюжетное задание новое, связанное с исследователем, с которым мы сегодня с вами пересечёмся, начинается в цитадели наездника, и чтобы его начать, нужно поговорить с самой Каспой. Давайте поговорим. Привет, Скотт просил кое-что тебе передать. Ты же его знаешь? Такой высокий, в шляпе, очень бледный. Я даже принял его за призрака, но ему это показалось обидным. Он сказал, что с детства такой белокожий. В общем, он сказал, что видел что-то интересное на жуткой поездке по маршруту. Подробно рассказывать отказался, но просил передать, что будет ждать тебя там. Так, получается сообщение от Скотта Баттергута. Чтобы продолжить это задание, мы просто пером и направляемся в жуткую поездку. Ежедневное задание брать не обязательно, тем более, что я его сегодня уже выполнила. Мы просто идём в поездку. Да, в следующий раз я сделаю так, чтобы лучше было видно диалог, потому что здесь я, и диалогов не видно. Так, вот, собственно, и Скотт. Что ты от нас хочешь? Наконец-то! Привет, Дарья! Может, ты мне не поверишь, но мне встретилось на маршруте какое-то кошмарное чудовище. Скакал я себе спокойно по каньону и вдруг почувствовал чей-то взгляд. Послушай пугающий рака Скотта. Обернулся, а за мной гонится жуткая зверюга. Со мной было то же самое, и я сбежала. Потом этот монстр на меня набросился. Он безжалостно терзал меня когтями и клыками и трепал, будто тряпичную куклу. В каком смысле, по мне не видно. Уж поверно, страдался я да порядочно. Такое чувство, что ты не до конца мне веришь. Это еще не самое страшное, Дарья. На меня напал не кто-нибудь, а оборотень. Как ты не понимаешь? Это и жутко, и здорово. Потому что впереди охота. Мы обязаны задокументировать существование этого невероятного вида. Может, просто подождать полнолуние и сфотографировать тебя? Меньше глупых шуток, больше дела. Ты проступаешь прямо сейчас. А мне надо немножко перевести дух. Видишь следы? Готовь поклясться, это был оборотень. Пройди по следам и сама убедись, что чудовище существует. Так, эти задания дают, кстати, очень много опыта. Такими темпами я стану 26-м уже, я думаю, к началу 26-го года. Это, кстати, экспериментальное видео, то есть раньше я могла снимать прохождение сюжета, но сейчас думаю ввести такое интересное направление на своем канале, как вот короткий обзор вот этих видосиков, которые рассказывают о заданиях, которые добавляют в сюжетах. И если... Так, я не туда поехала. И если данный формат вам понравился, как раз таки я делала еще недаром опрос, что хотели ли вы бы больше меня видеть в кадре на видео. Это как раз одна из тех возможностей проявляться в кадре и вне стрима. Ну, как говорится, первый блин комом. Я забыла, что у нас диалоги находятся с этой стороны, значит, мне нужно быть по правую сторону просмотра этого видео. Так, мы уже почти приехали. Я не знаю, что это за задание. Вы можете видеть, что это основной мой аккаунт. И я не проходила это нигде. Это Йети. Ой, а! А! Надо возвращаться к Скотту. А как я это сделаю? А! А! Ты входишь в цитадельноездника. Это, да. Это я неудачно проехалась. Как это вообще получилось, я не понимаю. Ну, зато, наверное, мы сейчас зайдем и Скотт будет ждать нас внизу. Я надеюсь, задание не сбросилось. Интересно, именно за выполнение этой сюжетки мы получим клыки с ушами или нет? Ну, считайте, сократила себе путь. У тебя на лице написано, что ты видела кого-то страшного. Встречаемся на базе. Мы с тобой всесторонне изучим вопрос существования оборотней на Юрвике. Найди Скотта в Морланде. Ну что ж, давайте отправимся обратно в Морланд. Очень много опыта дают за эти задания. К сожалению, я словила бак на туман, поэтому сейчас везде и всюду меня будет окружать этот туман. Ну, я надеюсь, что задание сбросит его. Так. Ага. Мы приехали. Отлично, мы на базе. Где база? А-а-а. Уф. Ну и бардак. Казалось бы, за столько лет жизни на природе я мог бы научиться хранить снаряжение более организованно. Поможешь его разобрать? А я пока составлю список задач. Видимо, такие задания нам теперь будут появляться каждый ивент. Постоянно. Потому что у нас вначале был, значит, снежный человек. Потом у нас появилось похожее задание во время летнего лагеря вестерна с зайцелопом. Нет, там кто-то другой. По-другому называется. Спасибо, подруга. Пока ты разбирала вещи, я провела инверторизацию. Не хватает самого важного, отпугивателя оборотней. Да-да, надо было заранее проверить. Ну что уж теперь. Хорошо, хоть у меня есть рецепт. Так. Тебе придется раздобыть ключевой ингредиент. Меня напрягает этот туман. Основной ингредиент отпугивателя это порошок серебра. 50 опыта персонажа. Ух. Почему я не съезжу за серебром сам? Как-то раз я положил глаз на пару местных лошадок и с тех пор в Морланде меня не любят. Ты ведь постоянно выполняешь чьи-то просьбы. Что тебе еще одна? Да-да-да, конечно, спасибо. Да, мы очень рады постоянно выполнять чьи-то просьбы. Хе-хе-хе. Я посмотрел статус заказа, написано, что товар оставили у точки. Поставлю одну звезду. Я сейчас не могу отойти от горна, так что предлагаю вот что. Ты съездишь, проверишь дороги вокруг конюшни Морланда, а я в обмен отсыплю тебе порошка серебра. Я заказывал шесть ящиков. Отнеси ящики Конваду. Шесть ящиков. Ше-шесть? И все они расположены в разных локациях? Так, раз, два, два ящика. А я все шесть могу забрать? А где еще? На пляже. Так, еще два. Сможем? У тебя и так уже два ящика. А, надо, наверное, отвезти вначале. Эти ящики, чтобы забрать следующие. Есть одна хитрая штука. Я надеюсь, она сейчас сработает и она меня не подведет. Вы когда добегаете, если у вас лошадь нагружена, вы отбегаете подальше. Свистите ее. И после этого, да, она может бежать с нормальной скоростью. Так, два ящика доставлено. Бежим за следующими. Мотайте на лос, пока не починили. Ой, это папочки. Очень хорошая особенность. Так, вот опять же. Мы отбегаем. Оп. Садимся и сразу... Так. Нет, сразу не получилось. А что такое? Я теперь слезть не могу? Надо было подождать, пока она остановится после свистка. Доставляем еще следующие два ящика. Так. И последние два ящика у нас находятся на пляже. Или около домика миссис Холдсворт. А, это портал. Мне кажется, в этом году радиус у портала слишком большой. Это пугает. Стоит к нему чуть-чуть приблизиться, все. Тебя сразу окутывает вот этот темный туман. И... Затемнение по краям. Так. Взяли ящички. Отбегаем. Хотя, мне кажется, если вы живете в Морлэнде, можно просто телепорт сделать. Оп. Все, проскакало. Садимся и убегаем. Так. Доставляем эти два ящика. Прекрасно. Да, это все. Вот, держи порошок серебра. Мы ведь договорились. Мы получили свой порошочек. Возвращаемся к Скотту. Тут уже целый лагерь такой. Превосходно. Я знала, что ты не подведешь. Отлично. Теперь запомни. Очень важно добавлять ингредиенты в чашку в правильном порядке. Сначала мыло, потом порошок серебра, а в конце вода. Соединяйте ингредиенты в нужном порядке. Эм... Так. Мыло. Серебра. Вода. Так. Отлично. Осталось залить отпугиватель в бутылку, и я буду готов к встрече с оборотнем. Точнее, ты. Ты будешь готова. Я? Ну что, осталось последнее. Эту штуку специально заказывала. Так что уж постарайся не сломать. Забери у Скотта последний инструмент для охоты. Этот комплексный аппарат молниеносной естествоиспытательской регистрации аберрации. То есть всего необычного. Скотт сокращенно. Это просто камера. Ёлки-палки, по-моему, меня развели. Опять. Жаль, аппарат всего один. Ну да. Ну да. Ну да, обычная камера. Так. Скорее бери аппарат, то есть камеру. Знаешь, что я думаю, Дарья? Возвращайся-ка ты на маршрут жуткой поездки и отправляйся на охоту без меня. Сама подумай, у нас всего одна бутылка отпугивателя и одна камера. А если я превращусь в волка и тебя покусаю? И вообще, кто-то должен охранять палки. Будь осторожна, я буду ждать твоего возвращения жуткой поездки по маршруту. Так. Все понятно. Опять Скотт на нас перекинул все свои делишки, все свои задачки. И, мол, в добрый путь, дорогу. Иди-ка ты сам на поиски чудища. Я с каждым разом удивляюсь все меньше и меньше. Я уже изначально всегда готова, что работать и искать что-то будем только мы. Мы вернулись на жуткую поездку, но в этот раз нам нужно поехать не туда, где мы встретили оборотня, а, по-моему, в лес. Расположено в горах. Что, так все потемнело? Мне и так темно было, а теперь я вообще ничего не вижу. Это специально так сделано? Или это... У меня яркость на максимум, что так темно. Я в жуткой поездке этой никогда темно так не было. Это специально, да? Следы. Волчи. Ммм, может сфотографировать следы для Скотта? Я серьезно, почему так темно? Так. Ага, сейчас стало светло. Интересно. Что это? Это экскременты? Похоже, что... Опять потемнело. Что такое? Что происходит вообще? Я не понимаю. Что там? Я даже не вижу. Лапки опять. Так. Энергетик, чипсы и каки. Какие-то снеки. Неужели оборотень такое ест? Вот-вот. И я о том же. Вода. Вообще похоже, что это вот какой-нибудь снежный человек, у которого что-то на физиономии. Так, теперь у нас туман вернулся. Обычный. Щетка для лошадей, но все еще большие волчьи лапы. Но щетка для лошадей. Щетка для лошади, а она то, что здесь делает? Вот, да, 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 да. Меня тоже интересует этот вопрос. Убери камеру. Спрышка меня слепит. Какие глаза. Я не могла не сделать скриншот этого чуда. Какая красивая. А тут-то она какая красивая. Посмотрите, вот она. Ты оборотень? На данный момент да, но по-моему мне идет. У нее еще... Как тяжкие. У нее как тяжкие на руках. Какие руки. Глазки какие. Очень. Даже очень. Но как так вышло? Я занималась делами на ранчо Старщайна и вдруг поняла, что совсем рядом волчья стая. У меня кончился отпугиватель и навоза поблизости тоже не оказалось. Я пришла в себя уже на ранчо. Вроде бы все было как обычно, но все-таки не совсем. А еще через пару дней стало понятно, что вместо расчески мне нужна щетка для лошадей. А теперь признавайся, чего вы с другом за мной гоняетесь? Ты набросилась на Скотта. На него набросился колючий куст, в который он прыгнул, когда меня увидел. А его я и пальцем не трогала. Прости, что я тебя обвинила. Ничего, я ведь правда оборотень. Легко поверить, что я могу кого-то покусать. Хотя на самом деле я вегетарианка. Так зачем вы за мной гонялись-то? Господи, какая она красивая, да? Мои охотники на криптидов хотели тебя сфотографировать. И все? Без проблем. Только давай без вспышки. И еще одну фотку вдвоем. Спасибо, пап. Поеду к Скотту. До встречи. Нет, но... Нет, все не может кончиться так быстро. Нет, не может быть. Какая она красивая. Вы посмотрите на нее. Ну, красотка. Какая красивая. Какие глазки. Какие ручки. Какие когти. Можно, пожалуйста, это... Вот как? Это же добавят потом в создание персонажа? Пожалуйста. Я вот люблю такие когти. О, кстати, да. Мне нравится. Мне очень нравится. Очень-очень. Хочу. Я бы с радостью создала бы себе... Ну, сделала бы кого-нибудь из персонажей оборотнем. Прям вообще с тобой можно поговорить? Нет? Нельзя? Так, очень жаль. Но, так как нас никто не может отсюда забрать, нам нужно проехать всю гонку до конца и вернуться к Скотту. Мы вернулись уже в Морланд. У меня все еще этот белый туман. И мы возвращаемся к Скотту с фотографиями. Надеюсь, ты нашла оборотня. Страшно интересно, как все прошло. Тебя так долго не было? Ты нашла оборотня? Он тебя не кусал? Рассказывай скорее. Она такая милая. Слушай внимательно. Ух ты, классные фотки. Только если она такая милая, то зачем на меня напала? Она сказала, что ты прыгнул на колючий куст. Гнусная клевета. Знаешь что? Я отправлю твои фотографии в газету Юрвика. Мы прославимся. И напишу в общество свидетелей криптидов. И еще в пару мест. Ты просто ас в охоте на криптидов и прочих чудиш. Есть у меня пара мыслей. Обсудим в следующий раз. Так, у нас появилось два ежедневных задания. Ага. Если мы делаем три фотографии чудищ, мы получаем три жатончика. Ну-ка. Новый день, новые испытания для лучшей юрвикской журналистки. Проверь сегодняшнее свидетельство по наводке Скотта. Пауки. Есть ли в мире что-то страшнее пауков? Огромных гигантских мерзких пауков, которые водятся у болот и из-за этого кажутся еще и в три раза страшнее. Если не боишься, бери камеру и попробуй заснять этих монстров. А где? Ага. У нас теперь появились ежедневные задания от Скотта, которые отправляют нас в разные локации юрвика, чтобы сфотографировать разных чудищ, существ. И накопив вот три фотографии, мы можем их обменять на жетончики. Так что, вот такое вот интересное, милейшее задание. Мне очень понравилась девочка-оборотень. Она очень милая, очень красивая. Я очень жажду, чтобы можно было когда-нибудь в редакторе персонажа добавить своему персонажику вот эти вот острые зрачки, эти шикарнейшие глаза, шерсть на руках, когти, длиннющие когти. Это просто было бы волшебно и прекрасно. Очень сильно хочу. Так что, спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам девочка-оборотень понравилась ли. Такой же ли вы фанатик-оборотень, как и я, что вы хотели бы сами сделать своего персонажа именно этим видом шикарных монстров. Вот, я с радостью почитаю, какого бы оборотня создали вы. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Ох, теперь так и хочется прям ночами по ССУ гулять. Такая ау. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!